800 тысяч рублей. Именно такой оказалась цена знакомства транспортного предприятия с автоматическим устройством фиксации нарушений. За два дня было выписано 6 штрафов. Правда, оплатили вовремя. Со скидкой получилось 400 тысяч рублей. Рамка зафиксировала превышение нагрузки на ось транспортного средства. Но до этого времени у нас там ежедневно проходят десятки автомобилей. Нарушений таких не было. Сразу такое большое количество вызвало подозрения. Мы, естественно, связываемся с другими перевозчиками и они нам подтверждают то же самое. Эти штрафы Сергей Шаров и другие представители транспортных компаний будут обжаловать. Взвешивались фуры и раньше. Это нормальная практика. Сбой дала автоматическая система. А это гонки на дорогах Москвы. Резкое и опасное вождение и газ на полную. Скорость в два раза выше допустимой на этом участке дороги. Такие нарушения фиксируются уже другой автоматикой – камерами фиксации нарушений. Таких в Москве 3094 штуки. Но даже Москва не лидер по количеству систем фотофиксации. На первом месте – Татарстан. Там на дорогах стоят 4319 камер. Нижегородская область – на десятом месте в стране. У нас в регионе нарушения фиксируют почти 500 камер. Причем фиксируют не только нарушения скоростного режима, но и ряд других распространенных нарушений. Эксперт и автоюрист Сергей Кузин уверен, что дорожные камеры давно перестали быть средством обеспечения безопасности. Камеры, к сожалению, ставятся для того, чтобы заработать, а не для того, чтобы предупредить аварийность. Если они ставятся в местах концентрации ДТП, они действительно полезны. Но, к сожалению, в Нижегородской области далеко не все из 500 камер стоят в местах концентрации ДТП. Причем есть, где нужно поставить камеру, но ее там нет. С этим мнением явно не могут быть и не будут согласны жители Волжской набережной. Там для местных жителей уже стала традицией смотреть и слушать любителей быстро погонять по сухому асфальту. Поставили камеру и закончилась головная боль для жителей десятка домов. В пользу камер говорит и статистика по аварийности и смертности. 15 лет назад камер нет, машины есть. В 2006 году 5500 ДТП, 815 погибших. В 2020 год аварии 4700, погибли 407 человек. Вдвое снизилось число погибших. Камеры, в том числе и в целом, комплексные меры, уверены в Нижегородской госавтоинспекции, напрямую влияют на снижение аварийности. Человеческие жизни важнее всего. А правила дорожного движения едины для всех и соблюдать их нужно вне зависимости от того, есть на дороге камеры или нет. Нужно отметить, что самостоятельно камеры решить, конечно, проблему дорожной безопасности не могут. Нужно использовать комплексный подход. Это и использование надзора, скажем так, живого полицейского надзора. Потому что только таким способом на данный момент можно выявить, например, такие опасные правонарушения, как правильный транспорт в состоянии опьянения. В Министерстве транспорта региона своя четкая и аргументированная позиция. Камеры фиксации нарушений нужны. Только за 2021 год, за 12 месяцев, аварийность в Нижегородской области снизилась на 2,5%. Вроде бы казалось не так много, но это 120 нарушений, которых стало меньше и на дорожно-транспортных происшествиях. И снизилась смертность также в пределах 2,5%, а это 10 спасенных жизней. Нижегородские водители не имеют одной точки зрения по поводу того, нужны ли камеры на дорогах. Камеры – это камеры, это женские. Там, где-то, ну, куда за них делаешься. То есть, опять же, ну, вот эти знаки, вот эти вот, тоже должны правильно стоять там. Снегом не запрещены там, не знаю, чтобы их чистили в конце. Вот и генпрокуратура задалась вопросом использования камер фиксации нарушений. Рейды, проведенные в прошлом году, не дали однозначный результат. В Ленинградской области камера штрафовала за нарушение скорости в 40 км в час, а на данном участке разрешены все 60. В Нижегородской области одна из камер вышла из строя всего на 6 дней, но этого хватило, чтобы зафиксировать несколько тысяч превышений при их фактическом отсутствии. Однако замечания у прокуратуры возникли к одной камере из почти 500 установленных в области. Поэтому и решили в генпрокуратуре внести в правительство страны инициативу отрегулировать ряд важных системных моментов. Ведомство предложило публиковать информацию с расположением дорожных камер в интернете. В правительство страны уже направлен соответствующий документ. Также в генпрокуратуре считают, что нужно автоматически отменять штрафы, выписанные автомобилистом по ошибке. Также некорректно бывают работают весовые рамки, и владельцам большегрузов нередко приходят штрафы. Помогут ли эти меры, Сергей Шаров, владелец транспортной компании, не знает. Он, несмотря на свой неудачный опыт знакомства с автоматической фиксацией нарушений, не считает, что их с дорог нужно убирать. Они, в том числе и дорожные камеры, несут свою важную функцию. Главное, чтобы сделано все было с умом. Служба информации Ольга Абрамова Продолжение следует...